Здравствуйте! Давайте посмотрим, сможем ли мы делить большие числа. И первое, что нужно знать, чтобы делить большие числа, это таблица умножения. Таблица умножения от 1 и хотя бы до 10. Т.е. вплоть до 10 умножить на 10. Это равно 100, как вы знаете. Начиная с 1х1, затем поднимаясь до 2х3 и так далее. В общем, вплоть до 10 умножить на 10. Можно, конечно, выучить таблицу умножения и до 12 умножить на 12, но 10 и 10, наверное, это как раз то, что нужно. И это действительно необходимо для решения примеров на деление подобных тем, которые мы рассмотрим на этом уроке. Допустим, такой пример. Допустим, нам нужно 25 разделить на 5. Я записываю вот так. Это специальный значок, который говорит о том, что мы 25 делим на число 5. Я могла бы нарисовать 25 предметов и разделить их на группы по 5 предметов в каждой, или разделить их на 5 равных групп и посмотреть, сколько предметов в каждой группе. Но есть и более быстрый способ решения. Нужно подобрать число, на которое нужно умножить 5, чтобы получить 25. Правильно? Смотрите, да? 5 умножить на какое-то число, чтобы получилось 25. Если вы знаете таблицу умножения, особенно таблицу умножения на 5, то знаете, что 5 и 5 – это как раз 25. Т.е. благодаря своим знаниям таблицы умножения вы сразу сможете найти ответ к такому примеру. Число 5 содержится в числе 25 5 раз. И ответ 5 нужно записать вот так, именно под пятеркой. Строго под пятеркой, так как нужно обращать внимание на разряд числа. Нужно написать 5 в разряде единиц. Число 5 содержится в числе 25 5 раз. Или же подобный пример. 49 разделить на 7. Нам нужно узнать, сколько раз число 7 содержится в числе 49. Или на какое число нужно умножить число 7, чтобы получилось 49. Если вы знаете таблицу умножения, то должны помнить, что 7 7 равно 49. Пока что все примеры, которые я вам здесь приводила, заключались в умножении числа на само себя. Вот здесь запишем 7. Сейчас приведу вам другой пример. Допустим, нужно узнать, сколько раз число 9 содержится в числе 54. То есть нужно 54 разделить на 9. И опять нам пригодятся знания таблицы умножения. Что нужно? 9 умножить на что-то равно 54. Если вы не можете посчитать сразу, то можете рассуждать так. Ну, 9 умножить на 5 – это 45. А результат умножения 9 на 6 должен быть на 9 больше, чем 45. То есть 9 умножить на 6 – это как раз 54. Значит, 9 содержится в числе 54 6 раз. Итак, чтобы решать примеры на деление, вам нужно знать таблицу умножения от 1 до 10. Это нужно для того, чтобы быстро решать вот такие простые примеры. А теперь давайте попробуем решить несколько примеров, прямого ответа на которые нет в таблице умножения. Допустим, нам с вами нужно… Сейчас я подвину доску вниз, освобожу немного места… Допустим, нам с вами нужно 23 разделить на 3. И если вы знаете таблицу умножения на 3, то должны знать, что нет такого числа, которое нужно умножить на 3, чтобы получилось 23. Давайте я покажу вам это прямо сейчас. Вы помните, что 3 умножить на 1 – это 3. 3 умножить на 2 – это 6. Давайте я буду писать только результаты умножения. 3х3 – это 9, потом 12, 15, 18, 21, 24. Правильно? В таблице умножения на 3 нет результата 23. Тогда как же решить этот пример? А вот как. Нужно подумать, какой из самых больших результатов умножения меньше, чем 23. Это 21. А сколько раз число 3 содержится в числе 21? Вы знаете, что 3 умножить на 7 равно 21. Тогда нужно сказать, что 3 содержится в числе 23 7 раз. Но число 23 не делится на 3 нацело, так как 7 умножить на 3 – это 21. Значит, результат деления будет с остатком. Если из 23 вычесть 21, получится 2. Это и будет остаток. Т.е. можно записать, что 23 разделить на 3 равно 7 и в остатке… я напишу полностью это слово… остаток 2. Т.е. результат деления не обязательно должен быть без остатка. В будущем мы будем изучать обыкновенные дроби и десятичные дроби. Но сейчас вы можете сказать, что число 3 ровно 7 раз содержится в числе 23, но при этом получается только 21. И еще 2 остается. Таким образом, вы сможете решать даже такие примеры деления, в которых одно число делится на другое с остатком. Ну, а давайте сейчас решим примеры с еще большими числами. И, думаю, здесь вы поймете уже сам принцип. Допустим, такой пример… Сейчас… Допустим, такой пример… Ну, я подберу довольно большое делимое число… Допустим, 344 надо разделить на 4. Увидев такой пример, вы, возможно, скажете, но я ведь знаю таблицу умножения на 4 только до 12. 12 умножить на 4 – это 48. Это самое большое значение, которое я знаю из таблицы умножения на 4. Ну что ж, сейчас я покажу вам, как можно решать такие примеры с помощью таблицы умножения на 4. Давайте начинаем рассуждать с вами так. Сколько раз число 4 содержится в этой тройке? При этом имеется в виду, сколько сотен раз число 4 содержится в этой тройке, потому что здесь 3 – это, по сути, 300, правильно? 344. Но число 4 вообще не помещается в число 3, т.е. содержится в нем 0 раз. Тогда вы берете два числа – 3 и число, которое идет после тройки. Т.е. подбираете, сколько раз 4 содержится в числе 34. Итак, теперь смотрим на число 34. Сколько раз число 4 содержится в числе 34? И здесь уже можно применить таблицу умножения. 4х8 – это 32, 4х9 – это 36. Т.е. 9 раз – это много, так как 36 – это больше, чем 34. Значит, 4 содержится в числе 34 8 раз. В таком случае будет еще небольшой остаток. 4 содержится в числе 34 8 раз. Давайте найдем остаток с вами. И мы сейчас на самом деле говорим, сколько десятков раз число 4 содержится в числе 340. И ответ – 80 раз. Итак, вы можете сказать, что 4 содержится в числе 34 8 раз. Но мы не забываем, что это 80. 8х4 – мы уже знаем, чему это равно – 32. Теперь вычисляем остаток. 34 минус 32. 4 минус 2 – это 2. А эти тройки сокращаются. Остается только 2. Обратите внимание, мы находимся в разряде десятков. Правильно? Вот эта колонка – это разряд десятков. Т.е. мы только что выяснили, что 4 содержится в числе 340 80 раз. 80 умножить на 4 – это 320. Правильно? Я записала 3 в разряде сотен. Остатком здесь является число 2. И я написала 2 в разряде десятков. Правильно? Это значит, что остаток равен 20. И теперь мне нужно снести, т.е. перенести вот сюда, вниз, вот эту четверочку. Дописать ее к двойке. Так как не 340 нужно разделить на 4, а 344. Давайте сношу четверку, сейчас поменяю цвет. Теперь можно рассуждать по-другому. Мы только что сказали, что 4 содержится в числе 344 80 раз. Правильно? И мы написали 8. И помним, что это 80, да? 80 умножить на 4 – это 320. Т.е. остаток – число 24. Сколько раз число 4 содержится в числе 24? Мы это знаем. 4 умножить на 6 – это 24. Т.е. 4 содержится в числе 24 6 раз. Пишем шестерку сюда, справа от восьмерки. 6 и 4 – 24. Пишем сюда 24. Затем вычитаем 24 из 24 и получаем 0. Значит, остатка нет. Число 4 содержится в числе 344 ровно 86 раз. Т.е. если бы вы взяли 344 предмета и разделили бы их на группы по 4 предмета в каждой, получили бы 86 таких групп. Или если бы разделили их на группы по 86 предметов в каждой, получили бы 4 группы. Итак, решим еще один пример. Думаю, что потихоньку все проясняется. Выберу простой пример. Освобожу здесь место. Простой пример. Например, 91 разделить на 7. Как мы знаем из таблицы умножения, 91 – это больше, чем 7 умножить на 12. 7 умножить на 12 – это 84. Поэтому будем использовать тот же метод, что и в предыдущем примере. Сколько раз число 7 содержится в числе 9? Число 7 один раз содержится в числе 9. 1 умножить на 7 – это 7. И затем нужно из 9 вычесть 7. Получится 2. Сносим 1 вниз, и теперь здесь будет 21. И помните, хоть это все и может казаться непонятным, но мы выяснили, что 7 содержится в числе 90 10 раз. 10, потому что 9, с которой мы работали, находится в разряде десятков. Так как 7 умножить на 10 – это будет 70. Вы можете здесь добавить 0, если хотите. И тогда 91 минус 70 будет равно 21. Значит, 91 разделить на 7 равно 1, которое означает 10, и 21 в остатке. И пока что это временный ответ. Теперь нужно узнать, сколько раз число 7 содержится в числе 21. Ну, это вы знаете, да? 7 умножить на 3 – это 21. Значит, 7 содержится в числе 21 3 раза. 3 умножить на 7 – это 21. Вычитаем 21 из 21, и получаем 0 в остатке. Итак, 91 разделить на 7 равно 13. Давайте решим с вами еще один пример. Я сейчас не хочу отвлекаться на объяснение разрядов. Думаю, вы это знаете. Я хочу, чтобы вы на этом уроке хорошо усвоили сам процесс. Итак, давайте возьмем следующий пример. Допустим, нужно 608 разделить на 8. Итак, сколько раз число 8 содержится в числе 6? Нисколько. Значит, берем еще одно число. Сколько раз число 8 содержится в числе 60? Мы с вами знаем 8 умножить на 7 – это 56. 8 умножить на 8 – это 64. Значит, 8 раз – это много, т.е. 8 и 8 не подходит. Тогда можно сказать, что 8 содержится в числе 60 7 раз. И будет еще небольшой остаток. Что мы знаем? 8 и 7 – это 56. Значит, 60 минус 56. Это равно 4. Можно это и в уме посчитать, а если хотите, можно методом переноса. Т.е. тут вместо 0 будет 10, тут вместо 6 будет 5. 10 минус 6 равно 4. Итак, сносим восьмерку. Сколько будет 48 разделить на 8? Чему равно 8 умножить на 6? 8 умножить на 6 как раз равно 48. Т.е. 8 содержится в числе 48 6 раз. 6 и 8 – это 48. Теперь вычитаем 48 из 48 и получаем 0. Итак, остаток – 0. Надеюсь, вы поняли, как решать такие примеры на деление больших чисел. Для того, чтобы решать такие примеры, вам нужно обязательно знать таблицу умножения на 10 или даже на 12. Ну, а на сегодня все. До встречи на следующем уроке!